Вы смотрите информационный канал Севастополя, программу 70 лет победы. Мы говорим о подготовке к фестивалю Балаклавский. Апрель 1944-2015. У нас в студии соорганизатор фестиваля Андрей Бяти. Здравствуйте. Добрый день. А насколько масштабным все-таки запланирован фестиваль Балаклавский апрель 1944-2015? Ну, сказать о масштабе, наверное, я сейчас сам не могу. То есть в наших ожиданиях, конечно, это будет масштабный фестиваль. И с каждым годом все больше и больше зрителей будет привлекать. Но, тем не менее, определенные ожидания уже есть, и эти ожидания сводятся к нескольким тысячам, нескольким десяткам тысяч людей. Ну, я думаю, точно несколько тысяч людей. Этот фестиваль заключается, три дня будет проходить, и целый комплекс мероприятий. Какие именно мероприятия запланированы? Это 17-18-19 апреля. 17-го числа будет традиционный пробег ретро-техники по селам Байдарской долины. Приуроченный к 71-й годовщине освобождения Балаклавы и Байдарской долины. Какие клубы привлекаете к автопробегу? Клуб традиционно автомобильным, автомобильно-моциклетная группа Красная Армия. Они делают это уже на протяжении многих лет, начиная с 2004 года. И, в общем-то, они основные участники и предоставляются. Но, тем не менее, допустим, там люди, которые просто увлекаются восстановлением ретро-автомобилей, также же могут присоединиться. Да, конечно. Уже желание изъявили? Конечно, уже, в общем-то, за эти годы сформировался коллектив. И, в общем-то, всех, кто хочет принимать участие в подобных вещах, с удовольствием рады видеть. Как правило, что это за машины? Машины в основном времен войны. То есть, военная техника, трофейная техника. Если брать советскую, это легендарный ГАЗ-67. Его называли Иван Виллес, то есть, русский джип времен войны. Полуторки. Есть немецкие машины. То есть, даже полуторки? Да, конечно, их несколько. Есть даже полуторка, оборудованная средством связи, то есть, громкоговорителями. Есть кинопавильон восстановленный. Чего себе! Вы упомянули, что даже немецкие машины есть, так сказать, трофейные. Да, разные есть. Ну, в общем-то, BMW, Mercedes. Что за люди? Что за люди вот эти реконструкторы, ретроавтомобили? Назвать их реконструкторами я бы не стал называть. Это самые обычные люди, которым, ну, не безразлично, во-первых, техника и не безразлична наша история. Ну, насколько я помню, прошлые фестивали обычно все они одевались в соответственной эпохе, представляемой машиной. То есть, если это BMW, допустим, там, 30-х годов, начало 40-х годов, то соответствующая форма была. Ну, я немножко вас поправлю. Дело в том, что в мероприятии участвуют разные, ну, вот, как я сказал, автомобильно-мотоциклетная группа Красная Армия. Они восстанавливают технику, и, в общем-то, мы участвуем в этом мероприятии в форме советских солдат, и, ну, все-таки это привлечено к Дню Победы. Также мы привлекаем для шоу, которое состоится 19-го числа, военно-исторические клубы с других городов, из Севастополя, Евпатория, Симферополя, Керчи, приедут ребята. Там, естественно, нужен и противник, есть и немцы. Что касается шоу, что он у собой будет представлять? Шоу будет проходить на Федюхиных высотах в 13.00. Начало это будет реконструкция боя, который проходил практически на этих же местах перед штурмом Сапун-горы, то есть освобождение Балаклавы и окрестных сел. Будет приличная техника, пиротехника, то есть, в общем-то, мы очень много сил потратили именно на организацию самого шоу. То есть, по сути, будут восстановлены события 18 апреля 1944 года? Ну, буквально, скажем так, по мотивам этих событий, да, будет представление, чтобы оно и зрелищно было, и достаточно соответствовало тому, что было. В ходе автопробега какие-то мероприятия планируются? Да, автопробег у нас традиционный, вот я повторюсь, с 2004 года. И цель автопробега, дело в том, что жители сел, они традиционно как-то не задействованы во всех там мероприятиях, которые... Ну, поскольку удаленные районы, можно так сказать. Да, хочется все-таки охватить и их, ну, сделать и там праздник. Там много и ветеранов, которые воевали, и, вы знаете, там, радость тех людей, когда там приезжаешь в эти села, она, ну, как мне кажется, даже в некотором роде более искренняя, чем, извиняюсь, заевшимся там горожанам. Вот, а что будет происходить? Будет военно-полевая кухня, концерты, поздравления ветеранов. То есть мы охватим семь сел Байдарской долины. Какие именно? Так, ну, это вот, прочитаю, Широкая, Передовое, Новобобровка, Рассашанка, Родниковая, Орлиная. Концерты, что собой будут представлять? Это аутентичные, допустим, ну, грубо говоря, там, под 44-й год, либо просто музыка тех времен? У нас и музыка, машинооборудованная музыка тех времен, и есть, ну, есть самые разные люди, есть в том числе и человек, который поет в ансамбле Черноморского флота, он же в нашей автомобильной моциклетной группе. И по форме, на платформе, на базе ЗИС-5 поет, есть же также баянист. То есть все-таки определенная атмосфера будет воссоздана? Конечно, конечно. Вообще, какое внимание уделяется именно воссозданию атмосферы конца, можно сказать, ну, 44-го года? Да вы знаете, ну, такой вопрос, мы не атмосферу, мы на самом деле делаем то, что нам нравится, то, что, ну, как... Создаете праздник? Да. Как это все начиналось? Вот в 2004 году буквально несколько человек сели на одну машину, и 9 мая, ну, я в том числе там был, 9 мая мы поехали поздравлять ветеранов, просто вот оделись по форме, то есть это нас никто не организовывал, там, естественно, никто денег на это не давал и так далее. Ну, просто состояние души хотелось... Хотя тогда был немножко другой тренд, это сейчас вот стало модно все, что связано с таким военно-историческим туризмом, шоу и так далее. Тогда мы делали это вот просто состояние души. Что касается атмосферы, вы знаете, там, зачастую люди, там, может, не идеальная у них форма, там, может быть, машина, там, не на 100% аутентична. Но, тем не менее, главное, ну, действительно, чтобы человек хотел участвовать, чтобы он нес этот же позитивный заряд и праздник победы. То есть настроение, праздничное настроение. Вы упомянули об организации сейчас, кто является организатором мероприятия, вот помимо вас? Ну, в первую очередь, это мероприятие организует Российское военно-историческое общество председателем севастопольского отделения, которое является наш губернатор, Сергей Иванович Миняйло. И также несколько клубов, в первую очередь, автомобильная мотоциклетная группа «Красная армия», которая, ну, занимается восстановленным техникам, военно-исторические клубы Севастополя, Севастопольский военно-исторический клуб, правительство Севастополя, Балаклавская администрация. То есть, в общем-то, поддержка от всех, по чуть-чуть, там, там, ну, в целом получается. А финансирование? Потому что масштабные мероприятия сегодня без серьезной финансовой поддержки невозможны. Ну, к сожалению или к счастью, мы делаем практически на свои средства с помощью денег спонсоров, то есть, не задействуем бюджетные средства. Ну, поэтому сразу, если кто-то чего-то недополучит в плане зрелищ, там, или хочется извиниться, ну, мы постарались сделать так, чтобы, ну, основное это было само шоу. И поэтому, вот, хотелось бы организовать трансферы, потому что на тех же Федюхиных высотах не все знают, как добраться и так далее. Ну, надеюсь, в будущем это получится. Кстати, что касается доставки людей, как будет организована она? Ну, в основном будет народ, то есть, мы не организуем доставку людей. То есть, ники, хотя бы там флайеры, как добраться? Нет, флайеры – это рекламную информацию, конечно, да, и по городу, и вот размещаем. Сами Федюхиные высоты, ну, в общем-то… Ну, местные, в принципе, знают, где и приблизительно представляют, как туда доехать, а вот есть ли люди приезжие? Насколько я знаю, автобус 185-го километра тут ходит, это село Первомайка. Это доезжаете Ялтинское кольцо, ресторан «Шайба», и после ресторана «Шайба» поворот налево – это вот село Первомайка. Проезжаете его, полтора километра от трассы, плац Федюхиные высоты. Кстати, гостей каких-то ожидаете? Ну, в общем-то, достаточно много и наших партнеров, помощников из Москвы, и там всякие госструктуры будут присутствовать. Будут гости из Волгоградской области, школьники. Они участвуют в рамках программы Всероссийской дороги Победы и приедут, в общем-то, в том числе и посетят наш фестиваль. Я правильно вас понимаю, что ваше мероприятие будет проходить также в рамках этой акции или нет? Да, конечно, в рамках акции «Дороги Победы». Каковы основные цели мероприятия? Ну, вы знаете, помимо целей, ну, скажем так, общечеловеческих, то есть воспитания патриотизма, это тоже очень важно, потому что… Ну, это основное, можно сказать. Да, но это основное, потому что, ну, нельзя эти вещи забывать, и вот каждый по чуть-чуть что-то делая, он, по крайней мере, не даст забыть то, что наши деды переживали 70 лет назад. Помимо этого, хочется сделать все-таки Севастополь центром такого событийного военно-исторического туризма. Мы все понимаем прекрасно, что в плане курортов, ну, Севастополь сильно отстает, даже от того же Краснодарского, ну, от Сочи, не говоря про Турцию и Египет. Но, с другой стороны, у нас есть огромное историческое прошлое, много музеев, красивых мест, и если сделать, ну, как мне видится, вот те же Федюхиные высоты, отличное место, чтобы сделать там военно-исторический музей, на котором могут проводиться самые разные фестивали. Причем под открытым небом. Да, и воздушных шаров там, и военно-исторические представления и так далее. То есть, как говорят, если гора не идет к Магомеду, значит, наоборот надо делать. Что касается реконструкции, которую вы планируете на Федюхиных высотах, какие клубы привлечены к ней? Севастопольские и кого пригласили? Севастопольские, крымские, там, ну, отдельные ребята из Москвы, из других регионов Российской Федерации, но в основном это крымские клубы. Вы упомянули тоже, что техника будет задействована в реконструкции, какая именно уже, можно сказать, или пока что это... Ну, практически та же техника будет, но, там, я думаю, пусть лучше зрители приезжают и посмотрят. Что касается самих участников, насколько активно они принимают участие, есть ли постоянные те, кто еще с начала двухтысячных участвовал в вашем мероприятии? Или в основном каждый год приходят новые, новые, новые люди? Вы знаете, начиналось это буквально с нескольких человек. Сейчас вот в той же группе Красной Армии около 70 единиц техники, ну, то есть они не все будут участвовать. Нет, ну, это понятно. Да, но это огромное количество техники, часть из них вот представлена, например, на 35-й батарее, ну, наверняка многие видели. Вот, и количество людей уже приходится даже фильтровать всех желающих, которые хотят участвовать в мероприятии. То есть даже бывает так, что отсеваются? Ну, не то, что отсеваются, но уже какой-то дресс-код, там, ну, какие-то минимальные требования. Некие соответствия? Да. Очень много детей, вот, в том числе я, своего сына, ему сейчас 5 лет, по форме он участвовал в прошлом мероприятии, и таких деток несколько человек. Как ветераны воспринимают эту автоколонну? Ветераны очень хорошо воспринимают, и, ну, сейчас-то они могут особенно с легким сердцем видеть, что это все-таки то, ради чего они боролись, не зря. Не зря, потому что вы сами знаете, как в соседних странах, там, сейчас символы победы отменяют, не то, что, вот, я представляю, как больно ветеранам. Ну, на самом деле мы это делаем, да, это и для ветеранов, но в первую очередь это нужно для нас самих, потому что, ну, победа – это одно из тех немногих вещей, которые нас объединяют, ну, которые близко любому человеку, там, советскому, русскому, там, украинцу. И недаром, ну, вот, опять же, отменяют силы, символы победы в Прибалтике, там, на Украине, просто пытаются отобрать эту историю и… Переписать, изменить. Да, переписать, изменить, и на самом деле, ну, то, что… извиняюсь немножко, может, избив чего? Ничего, все нормально. Да, то, что нас объединяет, просто есть вещи, вокруг которых люди могут сплотиться, и их проще разобщить, и вот, как мы видим, натравить друг на друга. Ну, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам. Я напоминаю, вы смотрели программу «70 лет победы» и информационного канала «Севастополя» продолжается. Не переключайтесь, помните о подвиге ваших предков. «Севастополя» и «Севастополя» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова